Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Две трагедии за полгода. На Кавдорском горно-обогатительном комбинате не соблюдаются нормы охраны труда. Профсоюз бьет тревогу. Кандидатов-губернаторы Иркутской области от КПРФ поддерживают по всей стране. Всероссийский флешмоб набирает силу. Дружба держав. Двусторонняя встреча на уровне парламентариев России и Китая прошла в Хабаровске. Две трагедии за полгода. На Кавдорском горно-обогатительном комбинате водители работают в опасных для жизни условиях, сообщает профсоюз предприятия. Подробнее Елена Орлова. В январе этого года с 30-метровой высоты в карьер сорвался БелАЗ. Водитель не выжил. Через полгода в июле один из самосвалов загорелся. Шофер получил многочисленные ожоги. По мнению членов независимого профсоюза, сформированного после первой трагедии, причиной всем этим событием послужило преступное несоблюдение норм охраны труда. Мы первичная профсоюзная организация. Мы придали огласке эти факты и выявлены нарушения техники безопасности работодателям. Именно работодателям. Профсоюз сформирован из работников предприятия. По их данным, водители комбината работают на машинах, не прошедших технический осмотр и даже негодных к эксплуатации. Более того, многие из водителей не имеют необходимых прав в категории А3 для управления БелАЗом. После обнародования этих фактов в СМИ члены профсоюза, по их словам, ощутили сильное давление со стороны руководства комбината. Лидера профсоюза Алексея Маркиева пытаются уволить. Они были до такой степени скрыты, эти репрессии, что предъявить претензии работодателю нельзя было. То есть угрозы, мелкий шантаж, снятие с машины, угроза пересадки на машину, которая вообще не может выехать из бокса. Кавдорский горно-обогатительный комбинат – городообразующее предприятие. Для нужд химической промышленности он производит железорудные и апатитовые концентраты. Еще комбинат, единственный в мире, вырабатывает боделеитовый концентрат, который, по данным экспертов, в большом количестве идет на внешний рынок. И при нынешних курсах валют должен приносить значительный доход. Тем не менее, на обновление парка машин предприятия и создание условий для получения рабочими прав нужной категории, по мнению профсоюза, это особо не влияет. Мы этот вопрос не отпустим и будем всяческими, всеми возможными средствами защищать профсоюз, поскольку рабочее движение для нас, для коммунистов, очень важно. Сейчас информация о ситуации на Кавдорском горно-обогатительном комбинате вышла за пределы города. История получила общественный резонанс. Скажется ли это на отношениях рабочих и руководство предприятия, покажет время. Елена Орлова, Александр Борисов, Красная линия. Межпарламентская российско-китайская встреча на высшем уровне прошла в Хабаровске. Двухдневный форум посвящен 70-летию победы над фашизмом и 70-летию капитуляции милитаристской Японии. На встречу с российскими парламентариями в Хабаровск прибыла представительная делегация из Китая. Ее возглавил член Политбюро и постоянного секретариата ЦК Коммунистической партии Китая Люци Бао. Российскую сторону представляли члены администрации Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока. Участвовали депутаты Государственной Думы во главе с первым заместителем председателя Госдумы от фракции КПРФ Иваном Мельниковым. Подобные встречи активисты КПРФ проводят с китайскими коллегами с середины 90-х годов. У нас есть несколько программ сотрудничества, в частности, по инициативе международного отдела ЦК КПК. У нас уже несколько лет делегации молодых представителей руководящих органов партии бывают в Китае, изучают опыт китайских реформ. Обмен осуществляется постоянным. Мы встречаемся в Китае, в России, обмениваемся мнениями по всем актуальным вопросам. Депутаты Госдумы от КПРФ вместе с китайскими коллегами возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. В рамках встречи парламентарии провели научную конференцию, на которой обсудили исторический вклад Советского Союза и Китая в дело искоренения нацизма. В этом году и в России, и в Китае прошли масштабные торжества по случаю 70-летия победы над фашизмом с участием глав обоих государств. Участники встречи договорились об укреплении российско-китайского сотрудничества на уровне парламента в двух странах. Активисты КПРФ намерены и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всем направлениям. Кандидат в губернатор Иркутской области от партии «Единая Россия» Сергей Ероченко потратил на избирательную кампанию более 47 миллионов рублей. Это почти в три раза больше, чем израсходовал его соперник, кандидат от КПРФ Сергей Левченко. Об этом сообщает сибирский интернет-портал «Тайга.Инфо». Итак, предвыборная неделя в Иркутской области подходит к концу. Напомним, она была омрачена скандалами и многочисленными нарушениями со стороны кандидата от партии «Единая Россия» Сергея Ероченко и членов его команды. Противоправные действия были совершены в отношении кандидатов в губернатора от КПРФ Сергея Левченко и лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова. Председатель ЦК КПРФ на этой неделе посетил регион с рабочим визитом. Скандалы и потасовки были организованы сторонниками Ероченко, несмотря на то, что еще по окончании первого тура губернаторских выборов президент России Владимир Путин отозвался об обоих кандидатах как достойных поста губернатора. Избирательная кампания прошла в условиях открытой, честной и подчас весьма острой конкурентной борьбы. Что касается выборов глав регионов, то в некоторых субъектах федерации борьба шла буквально за каждый голос, а в одном из них, как вы знаете, для определения победителя понадобится и второй тур. Что в целом, я считаю, неплохо, потому что это как раз говорит о том, что борьба была открытой, честной, прозрачной. Ну и люди там достойные, хочу сказать, и оба кандидата достойные. В преддверии второго тура выборов главы региона в Иркутской области с кандидатом от Коммунистической партии беседовала наш корреспондент Регина Лисаченко. Сергей Георгиевич, ваш выход во второй тур официальная Москва оценила как сенсацию. Действительно ли это сенсация или закономерный итог вашей работы в регионе? Для нас это планомерная работа. Мало того, на наших здесь штабах, заседаниях избирательных структур неоднократно мы выстраивали эту перспективу на основании аналитики, социологии, предыдущих выборов. Мы прекрасно понимали, что будет второй тур, и ситуация развивается по нашему плану. Итоги первого тура всерьез встревожили партию власти. Сергей Георгиевич, вы ждете честной борьбы во втором туре или ожидаются подковерные игры? К сожалению, нас приучили к ней все время. И мы вот в нашей новейшей истории российской, уже более двух десятилетий, как раз и работаем в условиях вот этой так называемой подковерной борьбы. И сейчас он не будет действовать более жестко, я думаю, должен даже сказать более нагло. Но, знаете, нас приучили за эти годы. Мы уже таких вещей против себя не боимся. Кандидаты на пост губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко поддерживают уже по всей стране. В первую очередь молодежь. В преддверии второго тура выборов флешмоб в поддержку Левченко набирает силу. Люди из разных регионов фотографируются с плакатами в поддержку кандидата от КПРФ и выкладывают снимки в интернет. Ко всероссийскому флешмобу присоединились сторонники Левченко из Санкт-Петербурга. Власть сейчас предпринимает все возможные усилия, использует все возможные способы для того, чтобы не допустить прихода кандидата от коммунистов на пост губернатора. Действующий губернатор Единоросс настолько испугался, что вчера он замуровал 2000 человек на рынке. Я режиссер, член Государственной думы, фамилия Бортко. Может вы смотрели «Собачье сердце» или видели мои выступления по телевизору. Но это не важно. Я коммунист. Я хочу, желаю добра нашей стране. И я абсолютно уверен, что товарищ Левченко желает того же самого. Поверьте мне, он не подведет. К выборам в Иркутской области будет приковано большое внимание. Это единственный регион, где для определения победителя потребовался второй тур. Такое в России произошло впервые за последние 10 лет. Высокие шансы на победу кандидата от коммунистической партии придают интригу политической борьбе. Напомним, в первом туре Сергей Левченко набрал 36,6% голосов избирателей. Мы желаем Сергею Георгиевичу Левченко оставаться достойным участником в любой борьбе. Удачи! Мы болеем за вас и надеемся на победу. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин